Привет, друзья! В этом видео снова заглянем в фотостудию. У меня появилась отличная идея поделиться с вами и прежде всего с начинающими фотографами простыми схемами света для получения мягкого освещения, которые можно использовать для съемки портретов. Знаю, что у многих появляются сложности в начале пути, поэтому начнем с базы. Еще небольшая реплика. Я часто вижу в соцсетях, как фотографы увлекаются схемами света, раздают и продают гайды по свету. Это, конечно, прекрасно и интересно, но сразу скажу, что без практики. Просмотры роликов про схему света – это пустая трата времени, сил и денег. Не забывайте об этом, поэтому посмотрели ролик других, посмотрели мой ролик. Лучше запишитесь в фотостудию и попрактикуйтесь самостоятельно, чтобы понять и осознать все нюансы. А теперь к процессу съемки. Я буду показывать фотографии без обработки, чтобы вы лучше уловили разницу в постановке света. Вспышку я поставил на минимальную величину мощности. Наверное, самая большая ошибка при съемке в фотостудии – это неправильный угол, который выбран для съемки портрета. Ошибка здесь в том, если поставить источник света вот так, под углом 90 градусов по отношению к модели. Я поставил высоту источника света тоже на уровне модели. И эта вторая типичная ошибка – свет должен быть чуть выше. Не обращайте внимания, что я снимаю днем, естественный свет из окна никак не влияет на общую картинку, так как он кратно слабее света от вспышки. К слову, показывать работу света я буду используя зонт с рассеивающей тканью. Я искренне считаю этот модификатор одним из лучших для любого фотографа, потому что он обладает и компактностью, его очень легко и быстро разложить и взять с собой. И, конечно же, он обладает довольно большой рассеивающей поверхностью. Это очень актуально в студиях, где есть небольшие по размеру модификаторы. Парочка таких штук и все, мягкий рассеянный свет всегда с тобой. В данном случае большой роли не играет, поставили ли вы зонт, как у меня, октобокс или софтбокс, эффект будет примерно одним и тем же. Специально сделал кадры с большим октобоксом 150 см и типовым софтбоксом. Разница на первый взгляд практически не ощущается. И чтобы ее увидеть, нужно очень долго вглядываться в эти два кадра. Итак, рассмотрим, как выглядит портрет со светом сбоку. Мягко говоря, не очень. Такой угол под 90 градусов не позволяет равномерно осветить лицо. Плюс небольшая высота добавляет сильных теней, даже несмотря на то, что источник у нас дает мягкое освещение. Тем более он стоит довольно близко и у него рассеивающая ткань. Такой свет может быть техническим приемом, если у вас есть такая цель. Но если цель состоит в том, чтобы получить мягкое освещение, то эту схему чуть-чуть меняем. Что исправляем? Мы ставим типовую классическую схему, о которой я постоянно рассказываю на своем канале. Поднимаем стойку и устанавливаем источник под углом 45 градусов относительно модели и под 45 градусов по вертикальной оси. Здесь есть небольшая загвоздка. Несмотря на то, что эта схема довольно простая и примитивная, в каком-то смысле все равно придется делать несколько кадров, смотреть на экран фотоаппарата и корректировать поворот и высоту источника для того, чтобы получить все-таки мягкое равномерное освещение. Это нормальный процесс и именно эта подстройка и есть самое важное. Мы получаем объемное изображение, но все-таки у нас есть теневая сторона. Чтобы компенсировать тени на противоположной стороне лица и корпуса, если нам кажется, что это каким-то образом мешает или не отвечает нашей задаче, самое простое это поставить так называемый флаг или снимать рядом с белой стеной. Свет от вспышки будет отражаться от белой поверхности и заполнять тени. Так мы не потеряем объем из-за того, что отраженный свет все равно будет чуть слабее, но при этом избавимся от теней. Свет теневым рисунком здесь очень легко управлять, просто смещая ближе или дальше этот белый флаг относительно модели. Как портрет выглядит? С отраженным светом и без отраженного света с помощью флага. Наверное вам интересно, что будет, если мы поставим источник света не сбоку, а что называется в лоб. То есть источник света будет направлен прямо на модель и также без подъема самого источника. Мы поставим его на уровне глаз модели. Мы получим невыразительное плоское освещение. Как это можно поправить? Нужно просто поднять источник чуть выше и сделать наклон снова под 45 градусов по вертикальной оси. Портрет станет чуть более объемным, так как световой поток распределяется неравномерно, за счет чего картинка и кажется более объемной. Но в такой конфигурации снова у нас возникнут некоторые проблемы. Это тени в области шеи, глаз, носа. Как же избавиться от них? Очень просто. Можно взять обычный отражатель. Но здесь есть некоторые особенности. Например, чтобы компенсировать тени в полный рост, придется устанавливать второй источник, чтобы он подсвечивал снизу. Либо брать очень большой отражатель или отражающую поверхность. Но, как правило, такая световая схема активно применяется для крупноплановых портретов. И я думаю, вы сталкивались и часто видели такую схему в других роликах, в ютубе и социальных сетях. Поэтому просто устанавливаем модификатор и отражатель под углом 45 градусов относительно модели. И получаем красивый сбалансированный портрет. Рисующий источник создает объем, а вот этот отражатель просто компенсирует тени. Разница со вспышкой лоб, я думаю, очевидна. Если у нас есть второй источник с дополнительным мягким модификатором, то здесь напрашивается классическая схема с ключевым рисующим источником света и контровым, который подсвечивает модель позади. На вспышке позади установлен так называемый стрип-бокс, который дает мягкий, но довольно направленный свет. Источники в этой схеме стоят друг относительно друга по одной оси, но также на 45 градусов относительно модели. Все предельно просто. Мощность рисующего источника чуть выше, контрового чуть пониже. Свет от стрип-бокса дает блик, подчеркивая контур модели и освещает противоположную от основного источника часть лица и корпуса. Таким образом мы избавляемся от сильных теней. А теперь я покажу какие портреты можно получить с еще несколькими модификаторами. Первый из них так называемый горшок. Этот модификатор используется для создания сконцентрированного контрастного света. Но чем ближе к модели находится этот источник, тем уже световой пучок. Поэтому обычно он не используется для съемки портретов в полный рост, так как свет банально не способен осветить модель целиком. Только если его не поставить очень высоко и далеко. Получается очень контрастный портрет и практически редко кто использует только один источник света с этим модификатором. А вот другой модификатор позволяет получить чуть более мягкое освещение, но при этом сделать и контрастный свет для контрастного же портрета. Это портретная тарелка. И как понятно из названия, ее активно используют для крупноплановых портретов и очень часто для бьюти портретов. Давайте посмотрим, что получится при съемке под углом 45 градусов. Опять классическая схема. И добавим отражатель также под углом 45 градусов, как мы делали это чуть раньше. Смотрим результат. Совершенно другое ощущение, не правда ли? Кадр без отражателя и с отражателем. Как эту схему можно усложнить? Мы снова повторяем то, о чем я говорил чуть раньше. Устанавливаем источник контрового света со стритбоксом. По сути, все то же самое, но вместо зонта портретная тарелка. Смотрим результат. Отличный портрет с мягким, но при этом контрастным светом, без каких-то сильных теней. Но при этом портрет получается довольно выразительным и объемным. Ну и давайте посмотрим, как выглядит портрет, если в качестве основного источника света мы будем использовать стритбокс. Здесь тоже соблюдаем правила 45 градусов по обеим осям и получаем вот такую картинку. Свет довольно мягкий, но портрет по своему световому рисунку отличается от того, что мы делали с большим зонтом и портретной тарелкой. Световой пучок с одной стороны мягкий, но с другой стороны имеет очень ограниченную зону влияния. Знаю многих фотографов, которые используют именно этот модификатор для съемки выразительных портретов. Ну и наконец, давайте посмотрим на различные варианты исполнения одного и того же портрета с различными модификаторами. Обязательно пишите в комментарии, какой вариант вам понравился больше всего. Друзья, это были вот такие простейшие схемы и примеры для того, чтобы вы с минимальным количеством оборудования и базовыми модификаторами поняли, как работает цвет и поняли, как получить тот или иной эффект для создания несложных портретов. Если вам будет интересно что-то посложнее, обязательно напишите об этом в комментариях, да и в целом будут идеи, делитесь. Не забудьте подписаться здесь в ВК и Дзене и обязательно попрактикуйтесь, если у вас есть такая возможность. Только на личном опыте вы поймете основы и почувствуете разницу. Желаю хорошего дня и увидимся в следующих видео. Субтитры сделал DimaTorzok